Ну ты серьёзный. Ну чё, а как тебя? Чё, как вам финальный продукт? Очень круто. Я бы поставил себе такой домой. Привет, народ! На вьё подъехало? Рад вас видеть! Те, кто меня смотрит давно, знают, что на своём канале я делал уже несколько видео по типу DIY. И я помню, вы заценили этот формат. И вот сегодня супер необычное видео, очень особенное, которое я снимал больше трёх месяцев, а начал готовиться к нему ещё раньше. В этом видео я вам расскажу, как я собрал себе аркадный автомат с нуля. Я рос в девяностые. В основном в России знали только три приставки. Это Sega, Nintendo и PlayStation. Также были большие игровые автоматы, которые были сделаны по принципу «один автомат – одна игра». Были очень крутые автоматы, такие как Tekken или Metal Slug. Знаете, я думаю, что каждый геймер хоть раз в жизни хотя бы чуть-чуть мечтал о том, чтобы у него дома стоял игровой автомат. И я на самом деле не исключение. В один из дней мне капитально сорвало кукушку на эту тему, и я постоянно думал, где же взять такой автомат, в котором были бы все приставки, в которые я играл в детстве. Может быть, его нужно сделать самому? Первое, что я подумал, это «Окей, Илья, давай думать по порядку». Для начала просто нарисуй эту штуку на бумаге. Просто приставь форму, хотя бы примерный дизайн, расположение кнопок. Дальше ко мне пришло осознание, что я вообще не понимаю, какие размеры мне нужны. Ну, то есть высота, ширина, глубина и все остальные параметры. Глубина классической аркадной машины слишком велика для того, чтобы размещать ее дома. Изучив этот вопрос более подробно, я понял, что раньше по-другому никак и не могло быть. Потому что раньше в автоматах в роли монитора использовали громоздкие ЛТ-телевизоры, которые могли весить до 40 килограмм. И по факту вся верхняя часть была занята телевизором. А нижняя часть была практически забита электрикой. Я же собирался ставить плоский 24-дюймовый LCD от LG, который в толщину на самом деле совсем ничего. Все мозги и вся остальная электрика должна находиться на уровне кнопок. А внизу пустота. Оставить пустым или что-то придумать? Я подумал, что нужно использовать это место с умом, и пускай там будут полки для вещей. И плюс за счет плоского монитора глубина автомата была уменьшена почти в два раза. Для решения этой задачи я нашел удобную программу для моделирования мебели и всяких таких штук. Пришлось на самом деле потратить немного времени на изучение софта, но это того стоило. Моделировал один к одному по своим размерам. Когда я определился и понял, что все готово, я отрендерил модель, закинул в фотошоп и прикинул дизайн. На самом деле создание макета мне помогло определиться между несколькими вариантами и понять, что да, вот такая форма и вот такой размер. Дальше мне нужно было сделать физическую модель, чтобы понять, все ли я правильно сделал в 3D. И как вы думаете, с чего ее можно сделать? Построив картонную модель, я понял, что некоторые моменты меня не устраивают. Я изменил форму боковин и немного подкорректировал размеры в нескольких местах. Хоть я и потратил на этот подготовительный момент достаточно много времени, но это точно было не зря. Лучше ошибиться на картоне и переделать это, чем ошибиться потом. И только после этого я сел делать финальные чертежи, чтобы отдать нарезку. Основную часть деталей я резал на заказ в цеху. Там нельзя было снимать, поэтому, к сожалению, оттуда видео у меня нет. После того, как все детали были готовы, пришло время собирать корпус. Спасибо папе за компанию и за помощь в сборке. До того, как отдать все нарезку, у меня на руках уже был рассчитанный материал. И так вышло, что в процессе раскроя мне его немного не хватило. Именно того цвета детали, которые мне нужны были, я не смог найти, потому что их просто не было в наличии. Причем речь идет буквально о трех небольших деталях. В этом вопросе мне очень сильно помог дед Виты, за что ему тоже большое спасибо. По итогу получилось так, что три детали выбивались по цвету. Сначала я расстроился, но потом я понял, что это зря, потому что я планирую их заклеить черной пленкой. Затем я пошел к Паше, чтобы привести их в нужный мне вид. После основной сборки некоторые торцы нужно было заклеить кромкой. Я не стал отдавать это на обклейку в цех, потому что пришлось бы ждать долго. Там была какая-то неадекватно большая очередь. Я ведь нетерпеливый. Но я решил это сделать сам при помощи утюга. И тут я должен сказать спасибо маме, потому что своего утюга у меня нет. И мне пришлось его одолжить у нее. Я человек простой. Футболку постирал, встряхнул, одел и все. Сама разгладится на горячем молодом теле. А кромочная лента не футболка, поэтому только утюгом. Так что можно сказать, что мап прям вообще выручила. Дальше мне нужно было сделать защитное стекло для панели, для монитора и верхнюю надпись. Будем надеяться, что этот пластик нормально режется. Что касается дизайна наклеек и всей графики. Вы бы знали, как долго я мучился с рисунками и стилистикой. Я просто делал вариант за вариантом. И мне все время что-то не нравилось. Это было по-настоящему долго. В конце концов, я все-таки пришел к варианту с формой наклеек, стилистики. И самое главное, я определился с палитрой цветов. И, наконец-то, я начал рисовать. Чем больше я рисовал, тем больше меня это захватывало. Потом я вспомнил про такой автомат, как Золтар. Может быть, кто-то из вас слышал о нем. Был такой фильм с Томом Хэнксом, где фигурировала эта машина. Если вкратце, то Золтар это автомат, который предсказывает будущее. Его главная надпись это «Zoltar says make you wish», что в переводе значит «Золтар говорит загадывай желание». А я, как самый скромный человек на планете, решил написать «Сигачев says choose your game». Переводится это, как Сигачев говорит «Выбирай свою игру». Это отсылка к Золтару и к тому, что в автомате не одна игра, а несколько тысяч. То есть, по факту, на самом деле, есть из чего выбрать. Время шло, и к моему дню рождения автомат был в полусобранном состоянии. Еще без наклеек, но его уже можно было затестить. Ну ты серьезный. Ну че, а как тебя? Просто я в игру сейчас полностью деконцентрировался. Ну ты концентрированный. Ты поиграл в автомат, вот он почти готов, как тебе? Мне понравилось. И даже несмотря на то, что монитор просто так стоял на своей ноге, и звук шел из маленькой колонки, все ребята заценили. После установки защитного стекла и экрана вид значительно поменялся. Ну и, конечно же, сам экспириенс от игры. Че, Витек, как тебе? На самом деле, на каждом этапе автомат честно тестился самыми авторитетными товарищами с планеты Земля. Ну и просто друзьями. Даже после того, как я определился со стилистикой наклеек, я еще не один день правил какие-то детали и мелочи. Постоянно что-то менял. Размеры, формы. Это еще та заморочка. Но в один момент я все-таки пришел к тому, что мне все нравится, и отдал в печать. Вы только посмотрите, что я забрал из печати. Это просто бомба. Level up. Первое, что вы увидите, это здесь написано game over. Игра окончена. Но если вы приглядитесь, то вы увидите, что здесь написано. Игра не окончена, пока ты не выиграл. Для звука я использовал динамики из колонок Sven и отдельный звуковой усилитель. Помогает мне сегодня Паша сделать электрику. Будем использовать вот такую плату. Мы взяли простой блок питания, за 400 рублей отрезали, потому что здесь контакты идут напрямую. Вот так нужно вставлять и зажимать. Каждый динамик мы еще будем подключать к каналу отдельному. Потом мы взяли сетевой фильтр, он будет внутри. То есть к нему будет подключаться монитор, звук, светодиодная лента, сама плата. В общем, вся электрика, которая внутри. Мы отрезали вилку. Припаяем ее сейчас. Вернее, Паша припаяет. Хм. Вот такому включателю-выключателю. Паша паяет на коленке. Еее. Так удобнее всего, брат. Глеб. Я сваливаю. Просто вставлю твой инстаграм, чтобы он был. Не заходите, Глеб, заходите ко мне. Ко мне заходите, срочно, срочно заходите. Где твой инстаграм? Вот тут, вот тут. Паятник. Давай, хорошо. Сейчас момент истины, иди сюда. Должен нажать на эту кнопку, вот здесь. И... И ничего не будет. Давай разбираться. Во, видишь, перестал фонить. О, блин, сразу стереозвук чувствуется. Ну что, как тебе? Да вообще ческать. Уууу! Субтитры подогнал «Симон»! Без фильтров, без дополнительного света. Вот так включается автомат. Загораются кнопки. И первое, что мы видим, это логотип загрузки экрана. Это рисовал я специально для этого автомата. Здесь написано «Дизайн Баси Гачёв». Начинает играть музыка. Громкость. Снизу у меня огонь. Его было очень сложно клеить на самом деле. Джойстиком можно переключать платформы. Здесь есть вот Sega Mega Drive. Больше тысячи игр тут. Потом Nintendo 64. NES классическая. Порты с ПК. PSP. PlayStation 1. Есть отдельный раздел с аркадными играми, которые специально сделаны для вот таких вот автоматов. Под управление джойстиком и кнопок. Сделано все на двух игроков. На передней панели звук. Для того, чтобы поиграть на аркадных автоматах, нужно было забрасывать монетку. Здесь нужно будет всего лишь нажать кнопку, которая отвечает за монетки. Старт и селект для второго игрока и выход из игры. Давайте посмотрим что-нибудь на Sega. Здесь больше тысячи игр. Можно нажать на кнопку, зайти в поиск. Sonic. Слева игры, справа описание и картинка. То есть, если вы видите какую-то неизвестную игру, вы можете посмотреть, как она выглядит. Вот таким образом. Нажимаем А. Кто знает, тот поймет. Нажимаем вправо, он идет. На Б прыгаем. Показывается, на какой платформе запускается. Это именно с аркадных автоматов игра. Сейчас будет здесь надпись. Вставьте монетку. Для того, чтобы поиграть, я нажимаю на специальную кнопку. Зангиев. Короче, одной рукой тяжело драться. Опа. Одной левой сделал, в буквальном смысле. Что касается нижней части, нажимаешь. Бам. Там у меня полки. Просто лежат вещи. Вот светильники, которые как раз я разыгрывал. Совсем скоро пойду отправлять их. Чик. Вит, смотри. Внутри этого автомата стоит одноплатный компьютер. Raspberry Pi. На самом деле, про этот автомат можно рассказать еще много чего интересного. Если бы я рассказывал обо всех деталях вообще, то это видео затянулось бы на несколько часов. Пишите в комментариях, что вас интересует. Возможно, стоит сделать второе видео про автоматы. Рука устала держать. Вит, спасибо тебе большое за то, что ты меня сейчас снимаешь. Я хочу, чтобы люди знали, что ты мне очень помогаешь. Я оставлю здесь твой инстаграм. Не, на самом деле, правда, в процессе сборки и вообще всего-всего прям, я даже не знаю. Я очень старался, вложил в этот проект много времени. Если вы хотите поддержать меня и мой канал, то лучшее, что вы можете сделать как зритель, это досмотреть это видео до конца. Бахнуть лайк, написать коммент. И если сделаете репост видосика, то это будет просто космос. Очень круто. Красивенько. Я бы поставил себе такой домань. Круто! Илюха сказал, что он хочет такой же себе автомат. Что, придется делать, наверное? Давайте наберем 10 тысяч лайков, please. Мы прям полностью под него сделаем автомат, полностью разработаем дизайн, наклейки все. Ни у кого больше такого не будет. Даже будет форма немного другая. Я думаю, будет круто. Так, Илюха предлагает сыграть в Tekken 3 с PlayStation 1. Между собой играем, 6 матчей получится. Каждого 2 игры. Победа 3 очка, поражение 0. Все очень просто. Ты понял? Звучит логично. Первый раунд. Я взял копайрочка, я беру каратиста. Да, вы так классно деретесь, конечно. Очень захватывающий матч. Все? Раньше мне вот эта игра оказалась такой классной, такой современной. Типа, сейчас смотришь какие-то квадраты. Нет! Дули, дули, дули. Пошел. Я поставил блок, это не честно. 33 игры будет, все. Не знаю. А, это я выиграл, все? В смысле? Он что, победил? Да. Так, надо жестенько отыграть. Я сначала не понял, а потом как... Опа, какая обманочка. Охренеть, с одного удара выносим. Да, то есть с одного удара, по-моему, можно. Погодите. Увидите, что, первое место уже, все? Да. Танец победителя? Именно. Ну что, походу придется собирать. Походу придется собирать. Спасибо. За тебя. Было круто. Да, было очень круто. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Ты красава. В верхней части, где светящаяся надпись, я использовал простую светодиодную RGB ленту. На сегодняшний день автомат готов на 90%. Все-таки я думаю, что я буду делать еще кое-какие косметические доработки. Скорее всего, еще добавлю несколько наклеек. Кастомизирую некоторые элементы. И, возможно, добавлю еще чуть больше освещения. Если вам интересна тема с автоматом, и вы хотите следить за обновлениями, то подписывайтесь на мой инстаграм. Там-там в сторис я буду рассказывать обо всем, что происходит с ним. Это была долгая, но, надеюсь, интересная история. Если тебе понравилось, то будет просто шикарно, если ты поставишь лайк. И поделишься этим видео на своей страничке в социальной сети. Это неимоверно поддержит мой канал. Хотя бы скинь лучшим друзьям в личку. Пусть посмотрят. Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях. Мне очень интересно, что вы думаете. Спасибо, что досмотрели до конца. Убедитесь, что подписаны на канал. Жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok